Ну что, уважаемые коллеги, продолжаем работу по программе. Моя задача — обсудить общий алгоритм предоперационной оценки сердечно-сосудистого риска. Документ мы, вот этот алгоритм мы обсуждали вместе, готовили с Алексеем Николаевичем, когда еще писали раздел для книги «Клинические рекомендации по кардиологии коморбидным болезням», весьма популярный в России. И хочу обратить внимание, что это все-таки в рамках стандартизации введения, ну такой тренд медицины на сегодняшний день. И этот тренд будет усиливаться, потому что вводятся электронные истории болезни, формализированные рекомендации и программные системы поддержки решений, хотя и тенденция к использованию индивидуальных оценок, она безусловно остается. Ну вот основные положения, которые в нашем проекте представлены, здесь вы видите, что введение пациентов, имеющих сердцудистые заболевания, перед несердечной операцией целесообразно осуществлять согласно алгоритму. Это важно в каком плане? Дело в том, что можно опираться же на опыт и интуицию, но она не всегда предсказуемо работает. А если мы используем, допустим, алгоритм, то это позволяет, с одной стороны, систематизировать подход, не забыть, не упустить какие-то важные моменты подготовки пациента. Это проверяемая вещь, да, безусловно. И, конечно, использование алгоритма в целом должно улучшить ведение пациентов перед несердечными операциями. Ну вот такой вот вариант, он нам кажется лучше, удобнее и проще, чем варианты, предложенные европейскими группами, американскими группами. Ну, авторы всегда считают, что их детище лучше. Но в целом основные позиции, они везде одинаковые. В основе алгоритма, конечно, ядром его и сутью является оценка сердечно-сосудистого риска. Ее можно проводить интуитивно, но лучше, конечно, использовать шкалы. И этот раздел вот было поручено мне подготовить, и какие-то моменты я бы хотел с вами обсудить последнюю информацию. Что касается шкал, конечно, есть РСРА, это классика, которая Томасом Ли была в 99-м году предложена, и она остается самой популярной шкалой на сегодняшний день. Но хочу обратить внимание, что большинство сравнительных исследований все-таки показывают, что другие шкалы, вот в частности вот эта гупта МИКа, она выше по прогностическим возможностям, чем шкала или индекс, как его называют, РСРА, и, конечно, очень важно для любой шкалы это валидизация, то есть проверка на независимых популяциях, потому что, когда она проверяется исследователем, конечно, обычно оценки завышены. И вот этого исследования Вижн мы долго ждали. Это было крупное исследование для верификации шкалы РСРА, и я был очень разочарован, когда увидел результаты этого исследования. Здесь вы видите, что СИС-статистика, оценивающая, как индекс градуирует, да, там группы повышенного риска или низкого риска, она всего 0,65. Это говорит о том, что индекс никуда не годится, ну, то есть он плохо работает, и исследователи, которые вот данные приводили вот этого Вижн, они сделали вывод, что индекс РСРА плохо различает группы, и одного использования его явно недостаточно для оценки кардиомониторинга у пациентов. И почти четверть пациентов, у которых произошел инфаркт миокарда или остановка сердца в переоперационном периоде, обрали 30-дневный период, традиционная временная отсечка, и эти пациенты не имели факторов риска, которые были отобраны в шкале РСРА. И, конечно, я уже думал, не начать ли изменять выводы своего раздела, который был подготовлен в проекте, но обратил внимание, что и чем важно, да, называется пи-ревью, да, ну, то есть, чтобы независимые специалисты посмотрели исследование и проанализировали его, и в этом же журнале есть редакторская статья, причем не формальная редакторская статья, которая одобряет, да, все, что там описано было, а статья с критическим анализом этого исследования. Почему? Потому что оно, оказалось, не совсем соответствовало оригинальному исследованию, который вот Томас Лейс коллегами делал, да. В частности, среди исходов были исключены отревентрикулярная блокада и отек легких. И редактор, надо отдать ему должное, провел огромную работу, он попытался унифицировать результаты двух исследований. И когда он провел эту работу, оказалось, что результаты по СИС-статистике, по которой традиционно оценивается прогностическая возможность шкал, они практически идентичны, но может чуть ниже, что это обычно для верифицирующих исследований. И посмотрите, вывод, к которому он пришел, был прямо противоположный, чем результаты и выводы, которые были предложены самими исследователями. И я склонен, что вот редакторской версии надо доверять больше, потому что это сравнение более корректно, несомненно. Но, безусловно, даже с поправкой вот на эту коррекцию хотелось бы видеть шкалы новые с более высокой оценкой прогностических возможностей. И такие шкалы постоянно создаются, вот две из них я представил вашему вниманию, они показали заметно более высокие результаты, чем РСРА, но, конечно, их использовать рановато, мы ждем валидизирующих проверочных исследований, если они подтвердят, то, конечно, скорее всего, РСРА будет историческим все-таки индексом, и мы перейдем на более современные шкалы. Ну и хочу вот тоже представить, четвертое вот издание готовится, прогнозирование шкалы о медицине, где новые шкалы, новые тенденции, новый уровень оценки шкал будет изложен, и буквально месяц-два ИГЭТАР Медиа выпустит четвертое издание. Рекомендации по использованию прогностических шкал вот здесь с вами представлены, и с учетом тех исследований, о которых я уже упоминал, было решено пока оставить позицию по шкале, где рекомендуется и NSQIP МИКа, и индекс РСРА в качестве рабочих инструментов, самых проверенных, самых популярных для оценки переоперационных сердечно-сосудистых рисков. Но, конечно, если риск высокий и средний, то, конечно, желательно еще уточнить, подкрепить оценку риска, и для этого используется переносимость физических нагрузок, традиционный метод оценки будущих сердечно-сосудистых событий. Можно использовать обычные клинические вопросы, как поднимается по лестнице, как проходит по ровному месту, но более надежный, более точный и более корректный, конечно, и индекс ДЭСИ, так называемый. То есть в сравнительном исследовании он показал гораздо лучшие возможности по прогнозированию, нежели клиническая оценка врачей. И если мы его добавляем к РСРА, то заметно улучшаются прогностические возможности. Определен порог индекса ДЭСИ именно для несердечных операций. Он составляет 34 балла. Ну и чтобы удобно было пользоваться, индекс ДЭСИ включен в следующую версию «Кардиоэксперт», кардиоэкспертом пользуются многие кардиологи России, за рубежом. Но вот эти санкции, конечно, компания Google, которая фактически ограничила использовать эту программу в России, привела к необходимости создания «Кардиоэксперт-3», вот эта новая уже версия «Кардиоэксперт-3», она уже готова фактически. Единственное, мы ждем, когда российские площадки для программ, для мобильных устройств на андроиде, а их уже три крупные, да, это «Наш100», это «Рус100», «Румаркет», когда они предоставят нам достаточные возможности для публикации, и вот дальше уже будет развиваться «Кардиоэксперт-3», то есть «Кардиоэксперт-2» в Google Play он останется вот на том уровне, на котором он сейчас. Но это моя ответственная санкция против враждебных действий в отношении нашей медицины, и им придется за рубли покупать вот эту программу «Кардиоэксперт-3». И следующим этапом, вот здесь Алексей Николаевич своей командой очень активно работал и настаивали, и мы включили сюда биомаркеры, но это еще проблема будет обсуждаться, и мозговой натриуретический пептид, и тропонины, и следует отметить, что если мы добавляем биомаркеры к индексам прогностическим, то это несколько увеличивает прогностические возможности. А вот это как раз образ, как наша команда с трудом карабкаемся, спорим порой, не соглашаемся, но движемся наверх к вершине. И вот мне кажется, вот это впереди, видите далеко, да, это все-таки европейская группа, они более подготовлены, несомненно, у них лучше техника, и они ушли вперед, но мы догоняем, возможно, мы даже и опередим в каких-то моментах их, ну, по крайней мере, я так надеюсь, да, и водрузим на вершине вот наш российский флаг, заменим, сейчас-то, да, импортозамещение важно, да, чтобы у нас были свои независимые и достойного уровня рекомендации. Ну вот, спасибо за внимание, коллеги.